Дорогие мои зрители, привет-привет! Мы на прогулке, погодка у нас тёплая. Ой, как хорошо! Ну, это так, знаете, сказано, а там кто знает, погода сейчас непредсказуема. Дело в том, что завтра Пасха. Вот видите, уже кто-то какие-то декорации выставляет. Розе, ты что делаешь? Ты рада-рада-рада. Рада-рада. Ну и вербное воскресенье плюс. У нас, наконец-то, начало всё зеленеть. Но, видите, деревья только-только распустились. Не все цветения ещё от деревьев нет абсолютно. Цветы кое-где, кое-где нарциссы, по-моему, да, их называют, жёлтенькие. Ещё нет никаких полевых цветочков, ни одуванчиков, тем более. Ещё только-только листики начинают одуванчиков выходить. Жизнь, видите, идёт, идёт всё такое. Ну, естественно, мы с вами пофилософствуем, покуда я буду здесь, покуда я буду идти, наслаждаться прогулкой. Я хотела, естественно, понятное дело о сегодняшнем времени, потому что это такая тема горячая, что о дне, наверное, все разговаривают. И, в принципе, надо, надо разговаривать, надо как-то осознавать это. Вы знаете, что я увидела? Я увидела то, что, ну, это моё видение. Личное моё имеется в виду. Поменялись очень многие ценности. Я думаю, что, наверное, у многих поменялись ценности, стали совершенно другие. Вот то, что раньше интересовало, ну, возьмём, допустим, женщин. Интересовало разные там тряпки, барахло, ювелирка, всякие салоны. Всё это накрылось медным тазом. И вы знаете, сейчас кажется, какие кольца, какие там серьги, какая мода, ребята, вообще. Какая мода. Даже речи никакой моды. Главное, чтобы были прочные штаны Рози. Но я когда начинаю разговаривать, она начинает меня не слушаться. Абсолютно. Вот дерево. Я смотрю. Вы знаете, это дерево, это Монголия. Она самая первая, Монголия сказала. Магнолия. Монголия сказала. Рози, да ну что ты меня не слушаешься, иди прямо. Когда я начинаю камеру держать, всё, она начинает видеть, что я отвлекаюсь. На неё не обращаю внимания, всё. Она начинает делать всё, что ей вздумается. Магнолия. Цветы начинают первое. Главное, чтобы штаны были прочные, да, кофта, да, там, не знаю, футболка, куртка тёплая. Ну и всё. По-моему, этого достаточно, да? Ой, ой, матерь моя, божья. Большие такие собаки, там их три. Я испугалась, потому что... Ой, у меня уже был один такой инцидент однажды. Бультерьеры, по-моему, или как это, порода что-то типа этого соскочили. Ну, понятное дело, что они в добрых там намерениях, но это всё было так... Показалось, вернее, так это всё опасно, что... Я упала, и рози схватила, и не выдержала сразу так. Силы не рассчитала, потому что я её схватила на руки. И вместе свалилась с этой рози. Эти бультерьеры мне в лицо. Но они леснуть хотели, понятное дело, вместе с рози. Поэтому это всё показалось в другом цвете. В общем, короче, шуму наделали. Так, что там ремонтируют, что-то дорожку делают, да? Так вот, я хочу сказать, что ценности, да... Сейчас, да, ценности другие, понимаете? Ценности другие, ребята. Самая главная ценность какая сейчас? Чтобы было здоровье. Ценности в общении. Ценности в приятии мира. Ценности в... Наверное, в осознании, в осознании жизни, что мы здесь живём. И вы знаете, наверное, без этого бы никак не обошлось, абсолютно никак не обошлось. Вот то, что сейчас происходит. Потому что в мире столько злости накопилось, столько негатива в мире, столько людей негативных, злостных. Конечно, может быть, они, понятное дело, не виноваты. Какая травка красивая. Такой газон зелёный, зелёный-зелёный. А? Красота. Понятное... Ох ты, аж три собачки. Понятное дело, что система, там, может быть, условия, окружающая среда и тому подобное людей заставляют, вынуждают. Очень трудно, конечно, сосредоточиться на чём-то добром, таком главном. Это трудно, понятное дело. Не у всех одинаковый характер, все разные, темперамент, понимание, сознание, видение мира. У всех оно всё разное. Поэтому, понятное дело, что человек начинает злобиться, негативить и, понимаете, впадает вот в такую всю агрессию. Но дело в том, что факт такой, что это накопилось очень много. Очень много. Знаете, есть такая поговорка. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Но вот это наша ситуация сейчас точно так. Вот то, что сейчас происходит, это людей начинает как-то встряхивать. Я не знаю, но в любом случае, наверное, мир всё-таки станет лучше, потому что другие ценности, другое видение мира. Ну и, естественно, люди начинают по-другому смотреть, по-другому воспринимать. Плюс изоляция, которую сейчас сделали. Понятное дело, что изоляцию эту всю сделали здесь подтекст совершенно другой, совершенно другой связанный с политикой и тому подобное. Я просто не буду вникать вглубь всей этой проблемы. Это не из-за того, что там вирус и тому подобное. Не из-за этого, ребята. Вот поверьте, не из-за этого абсолютно. Уже тут уже столько-столько врачей, учёных, и всё это выступали, и рассказывали, что это обычное, тяжёлой форме респиратурное заболевание, обычный греб. Ну, просто это всё, это сфокусировали, это сделали, это такую завесу большую, драму из этого сделали, потому что меняется глобально всё. Всё меняется глобально, понимаете? Я не хочу опять об этом что-то говорить, рассказывать. Ух ты, какая собачка! Вот она подкрадывается, подкрадывается. А мы перейдём на другую сторону. Потому что изоляция произошла по другой совершенно причине, потому что людей хотят отсоединить друг от друга, от контакта друг с другом, чтобы люди могли больше сейчас вникнуть в компьютеры, цифровое всё, что сейчас вводится, вся цифровая система будет вводиться. На это людей всех подсаживают, совершенно другой будет уровень жизни. Уже не будет таких этих гулянок, которые, знаете, раньше были, скопления, разные там походы, разные экскурсии целыми группами. Уже этого не будет. Всё будет по-другому, понимаете? Это только мы дома сами можем в своём дворе собраться с друзьями и там сделать шашлыки или барбекю. И кто думает, что всё возвратится на круги своя, глубоко ошибаетесь. Не будет этого, поверьте мне, не будет этого. Всё, поезд тронулся, поезд тронулся, и назад дороги нет, вы понимаете? Это я вам, это точно могу сказать. Вам Розе зайца испугалась. Розе, ты чего? Вот трусиха. Ты посмотри, зайчика испугалась. Поэтому в сегодняшнем времени, мне кажется, чуть дальше, чуть дальше мир изменится, люди изменятся, отношение к миру изменится. Так что должно быть, конечно, лучше. Я так предполагаю. Предполагаю. Просто не будет такой, наверное, большой агрессии. Я, конечно, не политик, не эксперт. Я абсолютно простой человек, понимаете? Я не могу давать такие точные прогнозы. Я не ясновидящая. Хотя, хочу сказать вам, наверное, где-то с полгода назад мне снились такие сны. Ну вот один в один то, что сейчас происходит. Я тогда, помню, просыпалась в каком-то кошмаре. Вся потом покрытая. Думаю, ой, неужели? Неужели? Думаю, не дай бог, чтобы этого не было. А вот, пожалуйста, вам. О, увидела один. О, пожалуйста, один одуванчик увидела. Наконец-то проклюнулись. Наконец-то. Вот оно. Видите, началось уже все. И у нас весна. Так что я хочу сказать, что, наверное, мне сны такие ясновидящие снились. Сны. Но потом, после этого, мне ничего не снилось. Какой-то период. И вот как-то последнее время, это, наверное, где-то месяца два назад, начали сниться такие сны более-менее хорошие. Вот видите, нарциссы цветут. Хорошие сны снились. Поэтому я вам сразу могу сказать, что все будет хорошо. Понятное дело, что будет вот этот такой ажиотаж. Какое-то время еще лето, наверное. Но назад дороги нет. Это точно вам могу сказать. Так что то, что мне снилось, по крайней мере, то будет все хорошо. Хотя, кто знает, может быть, для меня будет это хорошо. Понимаете? У всех-то по-разному. Жизнь идет. Как говорится, как я, знаете, часто шучу, у каждого свое измерение. Каждый в своем измерении живет. Ну что, вот мы дошли домой уже почти. Желаю вам приятного просмотра, хорошего настроения. Берегите себя. Занимайтесь физической зарядкой, спортом. Общайтесь. Держите сердце свое в доброте, в любви. И все будет классно. Держите сердце. Продолжение следует. Продолжение следует.